Российские зрители соскучились по отечественным героям. Это подтверждают данные по сборам, которые накануне опубликовали на портале Forbes. Оказалось, что главным ньюсмейкером января 2023 можно назвать лохматого героя с большими ушами. Речь идет о фильме «Чебурашка», который собрал рекордные 5 миллиардов рублей в прокате. В ходе опросов после просмотра картины выясняется, что популярность «Чебурашки» связана с тоской по советским мультикам и желанием видеть качественный продукт. Наша съемочная группа решила выяснить у жителей областной столицы, почему они так любят отечественные картины, какие герои им более близки, по какой причине и надо ли их реанимировать в сегодняшних реалиях. Вот что мы услышали. «Чебурашка», «Крокозелогена». Мультики старые были, мне нравятся, когда там команда футболистов играли, пловцов совсем старая. Я всегда детям покупала мультики, такие показывала. Котенок Гав сейчас. Котенок Гав. А как вам кажется, нужно ли старые советские мультфирмы, которые мы любим, переснимать на новый лад? Ну, как «Чебурашка» сейчас вышел, например? Ну, продолжение историй каких-то, да? Было бы интересно. Переснимать то, что уже снято, реструктурировать, я считаю, не надо. Таких много, на самом деле. Ну, например, «Чебурашка», «Винни-Пух», кто вспоминает сразу же. О, мне очень нравится мультик «Остров сокровищ». Вот. Персонажи оттуда. «Винни-Пух», да. «Котенок Гав». Нет, «Винни-Пух», вот. Мой самый любимый, да. В детстве все песни. А как вам кажется, нужно ли вот старых героев, которых мы с детства любим, снимать про них какие-то новые истории, вот «Чебурашка», например, сейчас вышел? Мне кажется, это было бы интересно очень. А создавать каких-то новых, например, или брать примеры уже какие-то? Нет, ну, новых создавать тоже интересно. Только тут проблема в том, что нужно, чтобы они прямо в сердце каждому попали.